доброе утро мои дорогие друзья как всегда погоды хорошей нет и по телевизору пообещали что будет дождь значит траву рвать во двор я не пойду два дня приезжала лена ко мне я говорю ну чего ты уже едешь если все равно делать нечего но правда мы с ней окна дом или она там на улице лазила на стульчик я ее поддерживала потому что у меня все окна хорошо открываются а два окна как-то они ну не могу их открыть и все чтоб из дому помыть и наружную сторону вот она стул как-то прямо страшно там так место такое что забетонировано как-то наискозь и я пыталась залазить но потом думаю не не дай бог не дай бог с этого стула рухнуть поэтому я уже лена говорила давай ты залезешь а я тебя буду держать так это как-то у меня это самое с утра сегодня макияж сделала и думаю куда это мне сходить то ли мне пойти что-нибудь вкусненького купить то ли мне в светофор съездить посмотрела на улицу что-то там прямо моросит и ничего 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 не хочется делать сегодня воскресенье делать совершенно ничего не хочется включила компьютер и вот сейчас заглянула смотрю есть новое видео на канале алый мельник и она сегодня предлагает испечь пирожные пирожные корзиночки ой девчонки как я давно ничего не пекла я сейчас я вам покажу что там алла алла поэт у нас вот она уже там замесила тесто посмотрела вот смотрите уже формочки приготовила у меня и формочки есть у меня тоже все на свете есть много чего у меня ариша забрала вот так что вот с алла я сейчас поучусь опять по новой что-то вот корзиночки эти печь но это но это же очень долгая песня очень долгая песня а вот пойдем мы лучше с вами попьем кофе сейчас устроим устроим свой свою камеру свой штативчик и как там я буду ли как там я буду видна никак не устроиться поставила молоко греться хочу нашим не она немножко съесть а то кашу я купила смысле ну кашу да что мне хватит две ложечки или чуть побольше засыпала или сыпала и забыла про нее ну вот так вот у кого-то увидела ага и я тоже этого хочу так где-то разогревала прямо руки не опарить прямо в мисочке нет у меня такой маленькой 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 о как миску всю спалила но нет такой малюсенькой у меня кастрюльки как-то купить чтобы можно было глупость я сделала надо было мне развести это в этой такой мисочке которая закрывается крышкой ведь кашу эту надо закрывать чтобы она дошла ладно пусть она так и будет пусть так и будет за это время я сейчас поставлю вариться кофе 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 мы сегодня со шмяком провалялись до 7 часов он же как всегда ночует на улице пришел поел и пошел на улицу и не дождаться и не дозваться его и я проснулась четыре часа думаю пойду-ка я попробую его позвать холодно ночью вот сейчас всего лишь пять градусов тепла но пока представляете пришла из комнаты пришла на кухню солнышко появилось дождя и дождя нет только все кругом мокрое но дождь прекратился как хочется тепла всем деду я думаю что всем хочется тепла потому что кого бы я не смотрела так каша моя горячее молоко так она как-то быстро 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 заварилась что сюда положить положить сюда немножко меда нет что-то я не хочу я даже не знаю что что бы я сюда положила лучше я сахара немножко всыплю мед у меня есть сгущенка у меня есть так чуть-чуть добавлю сахара мне надо на улицу мне надо я же это самое огурцы уже они проклюнулись их надо посадить я даже не знаю то ли в грядку посадить маленький кусочек из того что мне вася вскопал у меня там такой вот такой кусочек остался потому что я руку лосадила петрушку сажала и тоже вот такими вот кусочками зачем мне его много правда и обычно вот знаете как я только лук с луком сделала длинную большую гряду но и а у меня вообще лук вылез прошлогодний на одной грядке так и вы оставили потом там у меня есть лук такой вот так тоненький тоненький зимний его не сажаешь он сам растет в общем я вся в луке а вот эти вот все травки я маленькими кусочками посадила что-то мне тут мешает мне вывернула что-то нет сейчас сварим кофе и получила газетки но даже не читала не смотрела вот утром стала так вот шмяку шмяка накормила он пришел ко мне в четыре часа он пришел пришел я не стала ему есть давать думаю еще рано он помяукал помяукал я говорю иди ко мне он пришел ко мне прилег и мы с ним конечно я уже не спала если я уже проснулась в это время потом это просто так лежала и думала ну рано вставать но что делать что делать то ли сходить сегодня туда-сюда на выходной день нет никуда я сегодня не пойду не хочу а вот завтра а вот завтра мне надо будет вчера почитала про как же это называется цветки красненькие чай из красненьких цветков и прочла что значит если они горячие то они повышают в этот чай горячий повышает давление а если холодный то он понижает ну вот я заварила и слушайте ну как же называется это я как привозила из турции или даже с египта я их привезла меня просила света и и ариша любит этот чай но думаю и себе надо привести тогда заодно они давно выпили а у меня все еще есть так ну кофе кофе и ну давай ты давай заваривайся побыстрее солнышко появляется но ветер такой хороший 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 ветер завтра пойду завтра пойду в банк начала я за регистрироваться там я съездила в банк в мтбанк у меня карточка есть я брала прошлом году и так я и не пользовалась но и думаю поеду я ее сдам чего она у меня висит как-то я не люблю если мне не надо если там все без толку избавиться да и все дела но попалась такая приятная девочка там в банке что она мне объяснила почему вы не пользуетесь пользуйтесь я говорю такого мне карта это допустим я могу если мне переведут доллары конечно можете а горит к счастью все везде санкции но если вам доллары пришлют значит она это самая зарегистрируйте ее ладно дома я начала смотреть это как и что в своем в своем кабинете вот а там по написано надо заполните это заполните это я в этом вообще ничего не не это самое ни в чем не разбираюсь и начала вспоминать как же это я делала в прошлом прошлый раз когда это у меня было еще альфа банка карта но позвонила аришки аришка варю это самое приедет ко мне сделай мне это я говорю по-моему ты мне все это делала прошлый раз она мне говорит а ты помнишь что мы должны вот это чтоб заполнить я звонила в банк а я ведь уже все это позабывала так кофе готов кофе готов так сейчас я его налью нет я сначала я сначала перенесу телефончик на стол а потом уже буду все остальное делать вот и с вами буду болтать дальше потом и кашу есть иначе она иначе она остынет так что это я хотела взять очки взять очки поставить и и и устроиться как-то так удобненько удобненько так налить кофеек налить кофеек такой черный черный слушайте какой я его черный этот раз сделала такой черный не надо но молока я молока я не хочу так теперь я пристроюсь пристрою сейчас камеру как это как это поудобней так 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 помниже подальше чтоб физиономии не было на весь на весь экран вот не знаю как это сделать покрасивее поудобней так подвигаем к себе кашу вам не видно и либо может быть так что либо я либо я либо каша ну я думаю что лучше я может масло положить сюда а может не стоит а вы как едите льняную кашу наверно с бананами правда или с сухофруктами ну и ариша мне говорит ты помнишь я тоже не могла заполнить это ничего и я звонила в банк позвони в банк пусть тебе продиктует я говорю ариша я боюсь даже я боюсь потому что я не знаю мне будут объяснять а там на английском и писать надо на английском я говорю это будет проблема у меня я говорю лучше я раз ты не хочешь ко мне ехать ну вот то я лучше перепишу это все что нужно и поеду на следующей неделе в банк и выпью долончик попаду к оператору и попрошу ее заполнить эти там несколько строчек у нее то там все ясно все все понятно ну вот вкусная каша вкусная каша вообще я каши очень редко ем гречневую так я вообще не ем вот почему то не люблю гречневую кашу все еще как то вот рисовые хлопья мне нравятся ну и овсянка а теперь вот льняная прямо и ничего ну вот не надо было горячим таким молоком заливать иначе она такая превратилась такую размазню вот короче в понедельник я поеду поеду в банк не знаю как там я думаю что мне не должны отказать правда раз я у вас у вас у них что-то показалось что мне свалилась кусочек вот так что вы такие вот у меня планы поэтому я сегодня я сегодня лодырь на улицу дождь шел в огороде я копаться конечно не буду ну где там стоять на коленях перед грядкой и полоть эту грядку а трава растет под дождем быстрее чем что-нибудь почитала комментарии кто-то мне там пишет что я запустила свои розы что у меня они пошли вот эти вот листики веточки этим с шиповником вы знаете вот у меня одна роза здесь белая такая большая я все время видела эту ветку которая вылезала такая вот она сразу отличается я ее сразу же обрезала вот а там на второй гряде там не было видно чтоб они вот вылазили эти вот светлые веточки но зимой то я вообще не не наблюдала за ними я раньше вот когда я их купила когда я начала заниматься вот розами все поубрала так у меня нарциссов здесь очень много сидело тюльпанов потом я все это убрала и засадила розами я над ними тряслась я первое время кто мы ездили в то время еще было был муж с машиной вот мы ездили за лапником в лес закрывала я их потом я следующий раз он мне привез опилки я опилками засыпала ну вот а потом бросила это дело соседка говорит я ничего не закрываю говорит не обрезаю и не закрываю думаю ну если она не делает а почему зачем мне это вот морока я перестала за ними вот так вот ухаживать стала обрезать их только по весне потому что как я сначала это делала я зимой обрезала их а потом еще весной обрезала и они у меня были такие низенькие низенькие а когда я перестала обрезать их по осени они у меня выросли такие огромные красивые кусы так что не знаю как я их запустила но дело в том что моим розам вы знаете им точно лет 15 ну столько не живут поэтому вот они как-то и стали перерождаться еще что я хотела вам сказать я хотела вам сказать всем большое спасибо за ваши комментарии под моим предыдущим не совсем предыдущего там немножко раньше под видео в котором я вам рассказывала про ну я не назову это хейтером но про человека который мне там обвинял меня в обмане с моей болезнью с моими этими самыми просьбой о помощи вот все-все прочла комментарии не на каждый комментарий конечно я там писала вот но всем большое спасибо приятные комментарии кто-то пережил это все кто-то знает как это что и огромное вам короче спасибо что вы меня как-то поддержали так а а это дама так больше не пишет все высказалась обругала грязью полила и пропала пошла на другой канал ну вот ну вот все доедает свою кашу вкусная была каша у меня есть печенье есть конфеты но нет после каши это уже это будет уже слишком и так девчонки вы знаете я поправилась если если я была похудела так вот вообще очень похудела то потом я первое время набирала очень медленно дошла до 55 и пошло поехало когда когда мне носила Таня продукты я не могла конечно ее просить постоянно купи мне то купи мне то купи мне то мне просто неудобно было ну как я могу человека найдет себе за продуктами и я буду ее так нагружать ну вот сейчас же тогда когда я хожу сама сейчас уже не зима на улице не скользко на улице ну более менее тепло вот естественно я иду сама я вижу там разные печенюшки разные конфетки я то другое вы знаете я вот как-то я не буду вот я не варю супы если мне хочется я сварю борщ и это так вот горячий вот и это поем немножко вот я сейчас варила борщ я поела больше не хочу но я его в мисочку такую формочку положила крышечкой закрыла поставила в морозилку раньше я наверное позвонила плен и сказала приедь забери и собаки отдай вот а теперь думаю зачем я буду выливать его он же свежий что я больше то он чем больше стоит тем он вкуснее короче он у меня в морозилке на следующий раз есть поесть а вообще супы вообще не варю даже последнее время когда мы с Васей жили когда я еще готовила когда он мне еще зарплату приносил и я готовила то он уже не хотел супа тоже он приезжал вечером домой с работы и говорил супу я не хочу давай мне что-нибудь на второе вот я вообще вот со временем как-то я вообще обленилась вы знаете вот мне надо чтоб у меня в холодильнике лежало кусочек колбаски чтоб у меня был сыр если вкусный то какой-то такой вот какая-нибудь сырковая масса печенье конфеты ну может быть и батон даже чтоб чем-нибудь его может быть намазать ну вообще я могу взять просто кусочек колбаски кусочек сыра из кофе я поела а тут последнее время вот когда Лена приезжает тут что-то что-нибудь мне помочь ну надо же чем-то накормить правда ну как-то мама не накормит и мама у тебя есть колбаска есть мама у тебя масло есть есть ну и батон тоже есть вот она тогда батончик с этим с этим с этим ну и я вместе с ним с ней вот ну и чувствую что на весы становлюсь смотрю что прямо там уже как-то добавляется и добавляется это не надо хотя вот так одеваю платье как будто вроде бы я и не толстая или может быть у меня опять там батарейка уже начала разряжаться и она у меня там начинает прыгать так дай бог чтоб так было потому что толстеть потом тяжело вообще тяжело вот и ходить тяжело и идти и нести себя и да и сумку нести вот вот хорошо что была остановилась как-то на пятьдесят пять и достаточно кстати лавельник сегодня тоже рассказывала говорит тоже потолстела говорит как вот никуда не хожу вот и говорит тоже начала поправляться не чевалочка вы не толстая вы прекрасно выглядите вот сегодня вот она эти самые пирожки пикет там я потом пойду досмотрю а я вы знаете раньше тоже я постоянно пекла что я пекла шарлотки я пекла каракули пироги вот сейчас сколько раз ходила в магазин все время забываю купить маргарин у меня как раз открытая банка варенья еще прошлогоднего сливового вот и я думала сделаю это а тут лена пришла давай сбегаю куплю тебе маргарин я говорю не надо если ты мне купишь маргарин мне надо будет сейчас печь пирог а я не хочу не хочу ничего делать совсем обленела но не в том смысле конечно что я уже очень обленела потому что вот очень много сейчас работы началась вот эта вот весна окна мыть надо я тут домыла наконец таки домыла наконец таки я свои окна все но я ночью потом не спала у меня мертвеют руки вот вот эти вот два пальчика они у меня вообще вот понимаете такие вот нечувствительные они двигаются все но они вот я дотрагиваюсь они такие как замертвевшие я обращалась к врачу думаете я не обращалась к врачу обращалась у меня это очень очень давно и что они говорят где-то там ущемился нерв вот так вот одна вообще невролог сказала вы паспорт смотрели а сама там старушка древняя древняя была раньше у нас невропатолог невролог и все а другая потом была помоложе та предложила уколы поколоть б-12 я говорю зачем мне пальцы перестанут мертветь или вот ночью когда я вот допустим днем наработаюсь вот попали угряды там это самое вот я говорю у меня вообще руки мертвеют и я потом стою и как этот самый крылышками машу 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 крылышками чтоб отошли вы знаете как вот бывает на ноги сядешь я вот любила очень сидеть на кресле телевизор когда еще в зале в большой комнате был я всегда в кресло садилась не просто так или ногу за ногу а садилась так ноги под себя подбирала и вот так вот посидишь ноги замертвеют потом пересядешь отойдут вот так у меня руки мертвеют ночью потом и это тогда бессонные ночи поэтому я не стараюсь так упираться а трава трава растет как бешеная и так как я все это должна делать одна то она у меня так быстро это все не меняется да там тоже вы пишите что вот заросло у меня все это и снытью ну так а что я сделаю да я знаю что ее надо выбирать вот эти корни но они же размножаются быстрее чем я успеваю это оторвать ну вот сливины эти которые соседские они все у меня под забор выпускают вот эти вот отростки хвосты эти тут когда Вася приезжал он девятого мы с ним там копались на огороде я говорю выруби мне их и потом что-то так вот уже шашлыки были готовы и естественно мы забыли про эти самые когда он теперь еще приедет я не знаю он сказал мне так ну все приготовишь зови я приеду сделаю но это имелось ввиду купи курочку замариную ее купи какую-нибудь вкусную бутылочку я приеду и все все приготовлю но пока во-первых холодно мы тогда даже знаете но это был праздник поэтому хотелось вот Таня Таню позвала и хотелось как-то вот отметить чтобы было хорошее настроение все но мы померзли пока сидели в беседке мы подмерзли очень подмерзли вот Таня даже отказалась потом говорит не не я я говорю пойдем в кухню я сварю кофе попьем кофе это самое у меня есть печеньки конфетки есть она говорит не я уже говорит подмерзла говорит хочу домой хочу домой вот я еще до сих пор не отключаю отопление сделала на минимум чтобы у меня вода лилась горячая потому что включать его и выключать потом там надо это там воду загонять чтобы там стрелочка была а вот в этом новом котле здесь сделано не очень удобно если в старом было вот сверху все и сразу видно было теперь надо вот сделали этот импортный котел он чехословатский по-моему надо из-под низу там он где-то внутри надо залазить туда ковырять там надо крутить я однажды крутила крутила воды перелила и вода у меня через верх поперла ну тогда еще был муж и он это быстренько исправил полез туда к этому к трубе где у нас кран и сливал эту воду а я я теперь как только где-то что-то у меня испортилось у меня все у меня тогда трагедия я пугаюсь что если кого-то надо вызывать а это надо платить ой с одной стороны когда есть в доме мужчина то и он все это делает и все это видит то это конечно хорошо я вот сейчас вот смотрю на него и удивляюсь просто удивляюсь вот жили мы последнее время каждый сам по себе вот как почему почему вот так вот он перестал отдавать зарплату потом пенсию перестал отдавать ну а я естественно ну раз ты мне денег не даешь чего я должна тут что-то выпендриваться должна кормить тебя должна готовить должна стирать ну хватит того что я в доме убираю и он сидел кроссворды решал и телевизор смотрел а теперь как вот там в деревне живет и огород пашет и курей кормит и за этими козликами смотрит вот говорит коза родила или козлила как сказать это правильно ну и не досмотрели козля так она их всех затоптала жалко говорит очень жалко и вот такой вот он стал я говорю и что ты там посадил вот это посадил и вот это посадил и вот это посадил а тут последнее время вот эти куски мои земельные они зарастали травой а в доме был мужчина который не хотел копать а сейчас вот приехал и вскопал и сделал странное какое-то странные какие-то мужчины правда странные кажется жил бы со мной мы ж не ругались мы же не не дрались не бесились вот были хорошие у нас нормальные отношения что вот так вот что-то вожа под хвост попало и все и ничего ему не надо ничего он не хочет делать но если у тебя там допустим болит что-то такое у меня что-то болит ну а потихоньку можно было что-то делать вот и огурцы сажали и картошку он сажал я конечно за ней не ухаживала я я и сейчас говорю картошку посадить значит надо ухаживать надо это вскопать это все вскапывать у меня вообще нету сил это мне уже не по мне уже не по возрасту а тем более после вот этого мини инсульта а вот то конечно я вообще мне сказали чтоб я не особенно головой вниз не не ползала по огороду я помню когда у мамы было давление оно у нее постоянно прыгало давление то ей тоже говорили чтоб она особенно не копалась в огороде в смысле головой вниз поэтому я вот стараюсь так вот если я полю стать лучше на коленке чтобы быть поближе пониже и особенно так вот не напрягаться ну а что делать ну надо же все равно надо все равно тоже Лена бесконечно тоже ездить это ну она приезжает вот она не я вы знаете вот вот она приезжала вот последних два дня когда мы окна с ней мыли и вчера она приезжала привезла два пирожных она говорит мама я такие вкусные пирожные у нас в магазине купила прям воздушные вот корзиночки кстати корзиночка а сверху такое большое большое белое взбитая такая пенка большая проглотили моментально потому что она прямо ну воздушная была потом когда я уже когда мы уже съели эти пирожные попили кофе и покушали делала салат захотелось что то я говорю Лена у меня есть и колбаса там и горошек и только картошку надо варить я говорю неохота варить давай фасолью заменим вот была у меня фасоль горошек яйца вареные без морковки и колбаска колбаска тоже была копченая ну такая полукопченая куриная ну и майонезом естественно вот мы это быстренько приготовили вот это вот мы кушали вот и потом кофе с пирожными такие были а потом я уже думаю ну почему я не снимала видео но у меня бывает такое вы знаете я вот как судакова постоянно только вот с телефоном она глаза открыла в кровати голая там какая она уже сразу она уже с камерой она все 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 это снимает а я забываю я забываю вот если у меня есть какая-то тема в голове что мне надо с вами поговорить мне надо вам рассказать тогда я уже начинаю снимать видео и в процессе у меня добавляются вот эти вот мои мысли а так я могу и забыть совершенно могу забыть что вот надо было поснимать и Елена мне тоже потом говорит а вот что-то не сняла даже пирожные не сняла какие вкусные вот как мы с тобой кофе пили я говорю я забыла ну съели и съели она говорит ладно в следующий раз приеду опять привезу с собой вот ну вот так вот так много я там наболтала с вами ничего 34 минуты вот будет грузиться долго ай-яй-яй а если обрабатывать конечно загрузится быстрее но это ж надо тоже обрабатывать тоже больше больше часа будет все мои дорогие пойду-ка я не знаю что я пойду делать дождь закончился если вот еще пару часиков дождя не будет то я пойду на улицу солнце опять спряталось опять спряталось солнце вот в мокрой же траве и на коленях не хочется стоять на мокром а надо вот так вот смотрю в окно смотрю и думаю ну надо же вот это вот скорее вот это вот облагородить я такой человек нетерпеливый мне вот дай все сейчас сейчас и сразу вот ладно мои дорогие все на сегодня все спасибо вам за комментарии и за вашу поддержку вы у меня самые-самые лучшие там вы 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 Продолжение следует...